Яндекс ТВ Станция ПРО Кьюлит-экран с антибликовым покрытием Голосовое управление с Алисой Безграничный контент и все возможности станции Алиса, продолжи фильм Включаю Забудьте про пульт с новой Яндекс ТВ Станции ПРО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Громкий Вопрос! О-хо-хо-хо! Всем здравствуйте, господа! Это Прокол и шоу Громкий Вопрос! Вы знали, кто у нас в гостях! Сейчас скажу, ребята Российский и Советский Актер кино, театра, эстрады Аккордеонист, певец, педагог Мой наставник Клоун, комик Я сейчас буду перечитать Юморист Я буду сейчас перечитать еще раз 100 Это Юрий Гальцев, вы все его прекрасно знаете Спасибо Я хотел мой наставник сказать в конце Да, но не получилось Разволновался перед мэтром, конечно Юрий Николаевич Да, слушай Юра Вот я и хотел сказать У меня сразу растет борода Эти И что-то плохо Все, все, Юр Спасибо, что пришел Юр, здорово! Пацаны, а как я потом приду в театр и скажу Нормально Юр, это Заболись водички Нормально В театре ты можешь Конечно В театре можно Да, конечно Вернем Да, тут, но как бы Конечно Так, у нас Это разное У нас сразу вопрос Да Вот Арсений в театре Как он там? Да Нет, как есть Говори как есть Профессионал Профессионал Почему? Потому что А какая профессия? Профессия актера Он отличный электрик На свет никогда Он так починил На репетиции без опозданий Всегда Что есть, то есть Да На репетиции без опозданий Со знанием То, что он приходит Знание текста великолепное Это тоже, да То есть Два-три раза репетировал Он-то знает Ну, для актера Для актрисы Которую нужно было повторить Несколько раз Арсений легко Прыгает в воду Пять-шесть раз Ради партнера Это очень важно Ну, это здорово Постановка с бассейном Там есть вода? Есть вода Для репетиционного процесса Он только поэтому И подписался Потому что там есть вода Нет, есть вода Был от пацаны Так что все Ну, в общем Нужно сходить Да, сходить Обязательно на спектакль Вот ты про него Хорошо говоришь А остальное коллектив Его принял? О, сразу принял Или отторгай? Нет, принял Как-то вот, да Коллектив у нас молодой И... Все на нем выросли Самый старичок Я не боюсь Не стесняюсь Это я там Самый старичок В театре Это я такой Играющий тренер А давайте для наших зрителей Скажем, что Это театр эстрады В Санкт-Петербурге Имени Райкина Да И Юрий Николаевич Там художественный руководитель Ну, мой друг Юра И там спектакль Да, называется Вселенная Островского Приходите Каждый месяц идет По два раза Вообще по два раза Вообще по два раза Точно сходите Да, да И вас зову Чтобы вы не говорили Потому что я не звал Надо сходить Это во-первых Во-вторых Во-вторых Я сейчас Не ради красного словца И круглого стола Если вообще Мы что-нибудь Вы придумаете И мы поговорим То, конечно Это все обсуждаем И можно что-то сделать А вот теперь и я актер И я актер Подожди Еще в будущем И тебя мы не возьмем Ты отдельно выступаешь Без опозданий Под сцене не возьмут Потому что я не могу запоминать И опаздываю А есть такие роли Где практически Очень мало Вот это мне Там у нас собака Ходит на поводке Веник в углу стоит Я дырко Нет, правда Есть Был такой актер Вот это Успекаев Который вы знаете Белое солнце пустыни Так вот он учил Там допустим Два-три предложения Ковторял там 50 раз Но зато он Когда уже знал его Ну просто так вот Запоминал тяжело Но когда он уже Выходил на сцену Знал То есть его было не переиграть Это как вот Сказал Ну не переиграть же Кошку, собаку, обезьяну Ее не сыграешь Или маленького ребенка Да Или это дано Или нет И вот Лос Пикайев Он когда выходил на сцену Ну с текстом было Ну и у многих актеров С которыми я снимался Не буду рассказывать Есть очень большие проблемы Ну это старички-боровички Есть А у нас старичок-боровичок Нет Это Маслионок Тексты знаете Лепят вот так На плечо партнеру На плечо нарисуют здесь И поэтому хорошие актеры Знаете что Дело в том Что когда пришли И да Он ловует И есть такие актеры Которые Значит в движении И читают текст И он лежит Есть такие Это особенно в кино Блин К черту эти вопросы Давайте потрандим Просто Юра Вот сейчас я не могу Даже говорить Юра Договори Ну хорошо Я знал Что ты Юра родился Прям в день Когда Гагарин полетел Да 12 апреля Пропустил все Соответственно Это Юра Я Юра И там Гэй Я тоже Гэй Это грандиозный был случай Я вообще знаете Ну такая мужская история Да Я и есть Юрий Гагарин Это ж был я У меня в садике Портреты дома На связи сел Гагарин Потому что я всегда думал Что он наш родственник Это точно Ну сейчас не И да Что-то я хотел А вспомнил И в общем Вы помните Что до Юрия И встречи Гагарина Были Летали две собачки Белка и Стрелка Совершенно верно Совершенно верно И вот мы с папой Приехали как-то в деревню Лет наверное 8 или 9 И навстречу отцу идет Собака в скафандре Нет Знакомая же Такая история хорошая Знакомая его значит С которой они Моего папу звали Николай Она говорит Николай У нас какая радость Моя дочка родила Двух близняшек Вообще Такая радость Мы так хотели девочек Она девочек родила Двоих Ты представляешь Какая радость Какая радость Ой Николай Как бы их вот назвать Как ты думаешь А он так Ни с того ни сего Юр Как ты думаешь Как назвать Я говорю Белка и Стрелка И она так обиделась Я думал концовка Что так сейчас и живут Белка Александра А я сказал, это, говорит, прибалтийские имена, можно назвать Белла и Стелла. Белла и Стелла. Белла и Стелла. Белла и Старчетелла. Да, а получилось так, что да, действительно, мной мама ходила, это, говорят, один случай, на миллион. Она ходила мной не 9 месяцев, а 10. И как будто, как подгадала. Это правда. И, в общем, когда он же летал час 47 вокруг Юрия Алексеевича Гагарина. И она держалась. И родила меня тоже. Он уже прилетел на землю, и вот уже сообщает по радио. И сказали, что у кого есть мальчики, зашли сестры в палату, то можно сегодня исторический день назвать. Отец мне хотел Рома назвать. Раньше же не могли определить. Это сейчас определяют. Ты только зачал. И сразу мальчик будет. Или девочка. Ну, сейчас быстро. А тогда нет. Тогда повитухи. Ну-ка, ляшная, это так. Ну-ка, штанька, ну-ка. Пухни, ну-ка, ухни. И тогда. О, девочка будет. Раньше так. Вот так только могли. То есть сейчас у нас в гостях мог бы быть Роман Гальцкий? Да. Да, может быть. Роман. Поэт из Афины. А это было... А когда сестры зашли, ну, в палату и сказали, это было как-то, ну, как предложение, или больше как... Мама, она была... Надо назвать Юрий такой день. Да, она сказала отцу, а отцу было тогда, извините за заражение. Ну, наверное, он тогда еще не осознавали, что происходит. Но ему все равно главное, что мальчик родился. И можно было назвать хоть, знаешь, Маркел Васипаторич, неважно. Главное, что родился мальчик. Главное, что мальчик. И это самое главное. И в общем, вот, да. И вот и пошло, и пошло. У нас есть один вопрос, обычно мы гостям задаем. Может быть, есть что-то в творчестве, что надо осветить? Может быть, там, какой-то... Новый спектакль. Музыкальный альбом, новый спектакль. Может быть, какая-то акция. С Валей Карнавалов. Я сейчас был в Челябинской области. Город Садка. Это как и Магнитогорск, и Садка, как и Златоуст, как и Мерас, как и Чебаркуль. Это Челябинской области города. Вот пока все города, которые знают, не скажут, не успокоятся. Нет, но я просто... Ну, давай. Да. И вот я написал... Ты говоришь, Чебаркуль. Да. И вот я написал песню про город Садка. Там есть такой комбинат градообразующий Магнезит. Где, да, где добывает, значит, Магнезит, это камень для доминых печей, чтобы выливать... А жанр как злодейцы. Жанр такой шансон. Я написал эту песню про Садка. Ну, такой интересный шансон. Да. В Челябинске посадка, еду к тебе, Садка, вот уж Стелла показалась мне домики-домишки. Помню, как мальчишкой я из школы шел в барак себе. Вот сейчас таксисты в экстазе. Да, конечно, без водочки все это... И вот мы, значит, я когда написал эту песню, и вот мы там снимали клип, снимали и Челябинцы, ребята, тоже молодые, перспективные, и мы дали послушать одному там товарищу, который работает на Магнезите, у него и отец работал, и он прям всплакнул. Ну, хорошо. Я не хвастаюсь. В смысле, что? Нет, ну, где строго? Он прям ревел. Нет, нет. Ну, он просто... Это значит... Нет, это говорит о том, что это произошло. Это попало в самое сердце. Да, это произошло. Это вот как вот я услышал первый раз, я был, ну, на первом курсе института, ЛГИКМИК, и первый раз услышал песню Игоря Николаева. Полночи солнца в зените по куплету всему свету, вы раздайте песню. Я тоже всплакнул эпоху. Я всплакнул. Я не знаю, почему, но я всплакнул. Вот перескочил с одной темы. Как, где послушать твою песню? Значит, ее, я думаю, что... Спою в конце. Могу. Нет, потому что на каких-то пластинках. Нет, пластины... Я не такой здесь... Я же не Саша, это... Да пластинка в пластинках. Милый с одной песней. Ты же не Саша Розенбаума. Да, не Розенбаума. А Саша, это ты Розенбаума, правда? Нет, я Саша, который... Белый. Нет, Саша, который поет песни, был раньше. Бабушку играл. А потом Рева. А сейчас он... У него пластинки есть? Да. А что у меня нет ни одной? Саша. У него и клипы такие там. Клип выйдет, выбросим в Ютубе, где-то с числа 15 августа он уже будет. Называется «Садка». На полном серьезе. Да, но уже можно смотреть. Ну, это, знаешь, не такое, но это чисто от сердца. Она приходит или не приходит песня. У нас очень любопытные и поддерживающие наши поклонники. Зрители посмотрят, и просмотров будет достаточно. Ну, дай бог. Хочешь поиграть с нами? Да. Так, тогда правило игры. Правило игры. Мы сегодня все вместе одна команда. Мы вместе победим или вместе проиграем. Мы вместе затупим или вместе будем блистать. Да. А наша задача всех впятером... Ну, к одну может потянуть один. Нет, нет, нет. Нет, тут так в один не кярт. Наша задача всех впятером, ребята, всем говорю. Так, все, все, понятно. Очень важно отвечать на вопросы, которые написаны на этих карточках. Нам всем нужно будет записывать ответы вот на эти карточки. Самое главное, две важных вещи, чтобы ответы у всех совпадали. Ну, и, конечно же, основное, чтобы этот ответ был правильным. Все. Остальное все. Да. А здесь три цвета. Да, я расскажу. Это зелененькие, самые легкие. Синие, средние. И черные, это самые сложные. За зеленые мы получаем, ну, в случае правильного ответа, 50 секунд, 30 секунд, полминуты. За синий минуту и за черный полторы минуты. Но у нас в конце будет суперигра. Мы эти минуты зарабатываем для того, чтобы сыграть в суперигру. И в суперигре будет четыре вопроса. И поэтому, если, допустим, все черные оставлять на потом, то в суперигре придется играть черные. Да. Но бывает и такое, что я ответил вот на черный, на синий и затупил на зеленом. А, вот это вот. Это может произойти сама. С кем угодно, да. Потому что мы можем на простом перемудрить, можем на черном легко ответить. Мы стратегиями в процессе поймем. Да. Чем больше минут, тем лучше, потому что мы в суперигре будем... Всего будет семь вопросов. Вы уже как бы знаете, с какого все-таки лучше начинать? С малого? Мы бы для разогрева, конечно, зеленый попробовали. А потом посмотрим. Ну, есть же сложность еще одна. И было бы просто, если бы мы просто так играли. Мы будем все в наушниках. Там будет громко играть музыка. И мы поэтому друг друга слышать не будем. И придется читать по губам. По губам лучше всех читает Арсений. В ту сторону вообще лучше не смотреть. Мы берем его на себя. Есть один приятный момент. Когда мы все правильно ответим на вопрос, и нам засчитают балл. В смысле, засчитают эти там... Это время, 30 минуты или полторы. Нам надо как-то будет этот правильный ответ отпраздновать. Какой-то сделать жест. Какой-то сделать звук. Но всем вместе. Надо придумать, чтобы он был связан вот с тобой. Чтобы мы знали, что это жест твоей команды. Да, ну там обычные люди, когда радуются, делают там, yes! Допустим. Или они там делают, ура! Или какие-то танцы делают. Можно сказать, обалдеть! Да, да, да. Только обалдеть! А вот это, обалдеть! Обалдеть! А дайте я попробую. Как это? Как это? Как это? О, боже. А ведь да! А как? Да! А я, вот все, все... А никто не задает вопрос. Фарик Гальцев, откуда вот это? Это в деревне. Я был маленький. И бабушка так однажды... Она пела и так же говорила. Я у нее снимал, и все просили. Юр, ну скажи, как Манька Корявка говорит. Ее Манька Корявка называли. Скажи, как Манька Корявка говорит. И я вот у ней перенял этот, значит, тембральный. И я никогда не забыть, я в лицедеях еще спел песню, значит... Про хулиганов нет. Нет! Хулиганов нет, это... Это современный. Это да. А там я спел песню про, значит, нашего президента. Вот. И я спел песню. Такую. Я уже не понял. Сколько это было лет назад? Таким голосом. Ну, подожди. Я спел песню. Однажды на Литейном-4 работал разведчик, старший лейтенант Владимир. Он поймал как-то шпиона, ему дали капитана. Потом, через несколько дней, он поймал большую банду, ему дали подполковника. Потом прошло еще некоторое время, и он все переловил тогда в городе, дали ему генерала и направили в Москву. Славься, славься, президент наш дорогой. И вот как бы... Да, хорошая песня. А напомните, после какой песни вам дали Театр Эстрады? Блин, как это говорить? А тут была рифма, нет? Да, была, конечно. Где она там была? Рифма не была. Рифма интонационная. Да, там нету никакой. Это можно вообще... Вот она так пела, я его... Так, ну что, в случае правильного... Есть какая-то технология? А какой-то жест. Или просто мы посидели. Нет, просто абсолютно ровно, ровно. Да, перестань. В первую ноту, если не попадаешь, дальше не идет. Три чтения. Эмбраунд есть. Фирма. Идеально. Это фирма. Да, да, мы у всех получаем. Фирма. Так мы и есть новый аншланд. Корабль нам. По Волге. Поехали. Все, надо тогда гнать, да? Конечно, надо гнать. Мы переходим к первому вопросу. Поехали. Три. Два. Один. Тебе... Мы вышли из бухты. Что пропущено? Мы вышли из бухты. Эта греецня. Мы вышли из бухты. Вы вышли из бухты. Ухты. Что пропущено? Ухты. Мы вышли из бухты. Что пропущено? Надо написать что? Ухты. Ух ты! Ух ты! Да, 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 да. Ух ты! Ух ты! Да. Так. Фух, так. Ну, если все начало положено, то это не сложно было. Ну да, но вы же сами сказали зеленый. Зеленый, простой. Конечно, зеленый. Сейчас, секунду, секунду. Все. Я написал, Сереж? Так, какой был вопрос? Какой был вопрос? Ну, можно прочитать. А, можно прочитать. Мы вышли из бухты. Что пропущено? Ну, в начале, видимо. Ты меня чуть не подтопил. А он что сказал? Он мне объяснил, мы вышли из бухты. Мы вышли из бухты? Да. Возглас, типа, ух ты. Вы лучше послушайте еще раз, я повторю. Да, 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 да. Мы все переворачиваем. Переворачиваем. Ух ты. Все написали ух ты. Можно поставить вот так, чтобы все видели. Ага. Да. И теперь нужно узнать правильный ответ. Берем, отклеиваем вот эту штучку. Ааа. И узнаем правильный ответ. А про это мы не говорили. Да. Что тут? Да. Ух ты. Ух ты. Ну-ка, ребята, ну-ка. Ребята, все вместе готовы. Обалдеть. Отлично. Да. Вы взяли первый вопрос. У нас уже есть 30 секунд. Так. Так, ну это же из легендарного номера тоже. Да, легендарный. Да. Эту песню я написал в Геленджике. О. В Геленджике. Я просто помню. Похоже, да. Я в Геленджике. Там бухта такая. Это выкидывать. Да, конечно. Блин, а вот номер, ну, а хулиганов нет, а руки под пальто. А он где был? В Курске. В Курске. Меня интересовал только город. Я рассказывал уже ребятам, это в Курске было придумано. Да. Кстати, кстати. Как будто там хулиганов много, да? Кстати, в Воронеже был придуман номер открытки. Угу. В Воронеже. Ну, вот это. А-а-а-а. Да-да-да. Я помню. Я все это в детстве смотрел. Ну, неважно. Это было в Воронеже. Неважно, действительно. Мы переходим ко второму вопросу. Три, два, один. Шотландское озеро, известное чудовищем. Шотландское озеро, известное чудовищем. Чудовище, чудовище. Шотландское озеро. Шотландское озеро, известное чудовищем. Озеро. Да. Там возятся чудовища там. Что? Что это? Огурец? Озеро. Озеро, название. Шотландское озеро. Известное чудовищем. Озеро. 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 Шотландское. Какое? Шотландское. Шотландское озеро. Ты лох. Лохнес. Да. Ты лох. Лох. Лохнес. А, лохнесское чудовище. Лох озеро. И там лохнесское чудовище. Ты лох. Лох. Озеро. Лох. 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 И сейчас, пока это не касается, когда, Юр, ты стараешься говорить, ты тогда ещё ничего не понимаешь. Надо, вот как в обычной жизни. А-а-а. Ну есть одну там сейчас… Да, я понял. Посмотрим. Да, есть там одна такая фишка. У неё есть парень, но наверно он… В Фортнайт играл? Ну всё, всё, всё. Ну пиши. Пиши то, что ты понял. Пиши, все отлично. Я думаю, он понял все правильно. Я уверен в нем, Максим. Ну, маловато букв. Мы даже так поняли, что маловато. Ну, не расстраивайся. Так, ну что, все написали. Было непросто сейчас, я не сразу понял. Ну, во-первых, ты понял, что я тебе показал именно так Шотландию почему-то. Озеро Шотландии, да? А что вообще, какой вопрос прочитай? Шотландское озеро, известное чудовищем. Ну, вообще не понял ничего. Ну, то есть Лохнесское чудовище, видимо, озеро Лохнес. Да. Лохнес. Да. Ну. Что тебе было? Что ты мне показываешь? Ты... Ну, сейчас, наверное, хотел сказать лох, а это было ты. А ты же знал ответ? Да я сразу сказал Лохнес. Да. Я даже сказал вопрос и ответ. А, ты говоришь вот так вот Лохнес, да. Лохнес, ответ. Да, из-за того, что сильно артикулируешь, я не сразу понял, потому что это для меня и О, и Д. Ты не понял? Хорошо, как называется Шотландское озеро, если сказать чудовище? Как? Нет, там три буквы всего. Озеро. Оз... А вот это тебе зачем показали? В смысле озеро? А вот это тебе зачем? Я не понял. Ну, это озеро? Ты... Ну, ты лох. Ты ООООЗЕРО! Ну, ты лох, это я сейчас понимаю. А ты так лох показываешь? Ну, типа лозер, лозер. Ну, вот так, да? Вот так, как Л, чтоб получалось. Мы были на свадьбе у Джигана, там Тима теперь... Шотландское озеро, так озеро уже не может быть озеро. Правильно. Между прочим. А как же это... Как ему объяснить? Скорее всего, я не знал о том. Слышал, ну вот, вопрос. Он, кроме того... Катландское озеро, озеро уже не может быть. То есть мы проиграли. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Но этот вопрос... Я написал Лох Несси, между прочим. А я не знал, сколько С, но у меня и не вошли вы все. Ну да. Я Лох Несс тоже. Я тоже Лох Несс написал, а не знаю, сколько С. С одной С, да. Ну, мы всегда... Ой, Сереж, талантливый. Нарисовал так, как его видели всем на бульке. Талантливый, да. Юр, а вот в театре бывает такое, что артист подтупливает, ну, или плохо себя ведет? Как его можно поругать? Ну, бывает подтупливает, потому что это переживание. Никак не ругаешь? Нет, а еще хуже будет. Блин, если честно, пацаны, я однажды видел, у нас в театре произошла катастрофа на спектакле. Нас собрали экстренно всех после спектакля, посадили. Мы все вот с такими лицами пришли. Я думаю, сейчас Юрий Николаевич будет кричать. Я не представляю, как это будет выглядеть. А он еще говорит, ребят, ну, не надо так. Давайте будем стараться. Я бы думал, так можно вообще тут хулиганить во все стороны. Ничего не страшного. А не скажешь, что произошло? Ну, там технический момент, это не с актерами связано. Дим, то есть тебя ругать не будем? Не будем. Ты просто писал на вопрос шотландца. Я так не показывал. Давайте я буду, давайте я вот так, давайте я буду два раза, два раза буду жестикулировать, я имею ввиду, что голосом, речью и тем самым. Представьте, у него прогресс. Он две буквы из нужного слова угадал. О и Е. Если я говорю шотландское озеро, то озеро уже не пишет. Ну нет, ну в Лохносе есть О и Е. Да. Ну вы сейчас не противоряйтесь друг другу. Мы больше с Димом разговариваем. Дим, если в вопросе есть озеро, то в ответе озеро быть не должно. Договорились? Добро. Ну все. Ты постараешься, это от волнения. Это от волнения, ты не волнуйся. Это от волнения, но я вроде не волновался. Ну все-таки узнаем правильный ответ. Вдруг мы все ошибаемся и это Байкал. Ну Шотландии. Ну Шотландии, конечно. Лохнесс, только через дефицит. А как сейчас? Лохнесс. 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 Вы все неправильно написали. Ой, ты тоже давай озеро, не выдумывай. Выкидываем? Все выкидываем. И с вопросами, да? Да. Пока не расстраиваемся. Поставим новые карточки. Не расстраиваемся. К третьему вопросу. Поехали. Один из моих любимых моментов на этом шоу, это конечно же финал, когда мы дарим подарки. Это всегда очень волнительно и мы каждый раз переживаем. Угадали ли мы с идеей, понравится ли гостю, как он отреагирует. Бывает такое, что подарок опаздывает и его успевают привести к самому финалу съемок, когда мы все уже в кадре играем супер игру, а в это время кто-то в панике бежит по офису с какой-нибудь лодкой или вишневым саженцем. Несмотря на суету, мы очень любим такие моменты. Ведь подарки очень приятно дарить. Но мы готовим их с душой, чтобы они точно понравились нашим гостям. Поэтому за время шоу они становятся нам ближе. Кстати, Билайн тоже ценит своих близких и подготовил классный подарок. В честь нового года все клиенты Тарифа АП могут бесплатно активировать 100 гигабайт дополнительного трафика, который можно использовать за раз или растянуть на целый год. Активировать подарок можно в мобильном приложении Билайна до 31 января. Переходите по QR-коду на экране или ссылке в описании, чтобы узнать о подарках больше. Ведь радовать это так приятно. А если вы досмотрите этот выпуск до конца, то узнаете, что мы подарили Юрию. Пока. С наступающим. Три, два, один. Один. Кому приписывается... Кому, кому приписывается... Цитата. Я знаю, что я ничего не знаю. Сократ. Кому. Кому приписывается... Димон. Димон. Кому приписывается цитата. Я знаю, потому что... Сократ. Ничего не знаю. Сократ. Кому. Сократ. Я мыслитель. Мыслитель. Сократ. 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 Я мыслитель. Философ. Сократ. Я Сократ. У меня бэджик. Сократ. Его зовут Сократ. Сократ. Шаст. Ты понял? Мыслитель Сократ. Сократ. Скульптура. Я знаю. Пиши сократ. Да-да-да-да. Пишем сократ, да? Ты понял? СО-КРАН! Ну что ж, все написали? Смотри, смотри, смотри. Работали. Радостные. Не надо человека ругать. Конечно. Да я там конечно допинг тест не пройду. Почему? Почему? Мне Сережа буквы показал. Какую? Ну две. Сереж, договорились буквы не показывать? Я не показывал буквы. А как ты сделал? Ну вот так я говорил. Вот так вот. Вот так вот. Сильный мужчина. Ну да. Сильный мужчина, но руку свело. Руку свело чуть-чуть. Я вообще понял добуквенно. Вот сейчас ты пока читал вопрос. Я понял добуквенно. Кому приписывается цитата? Я знаю, что ничего не знаю. Я знаю, что ничего не знаю. Я насколько понимаю, в смысле, что если мне не выговаривать... Ну, если честно, я бы, наверное, сходу прям не ответил, если бы Юра не сказал Сократ мне. Ну, теперь я понимаю. Ну, я же могу ответы? Конечно. Не то, что могу, ты должен. Ну что, тогда мы что? Смотрим. Смотрим. Сократ. 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 Секунду. Это что такое, Сереж? Что это? Сократ. 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 Абсолютно верно. Вот 2 минуты. Всего у нас 2 минуты. 2 минуты. А когда ты успел понять, что он говорит? Я говорю, вот он читает, я все понимаю. Ну, как там было... Ну, это про кому приписывается, и дальше все. Нет, цитата. Цитата. Я знаю все, потому что ничего не знаю. Это-то известная фраза. Тут как раз этот вопрос не черный бумага. Не черный вопрос. Так я предложаю... А почему ты вдруг начал объяснять? А потому что, я смотрю, он стопорнулся. Да. А надо помогать людям, которые стопорнулись. А я стопорнул. Я предлагаю черные так играть. Я тоже. Они не такие-то и черные. Да. Ну, одну давайте еще. Точно. Переходим к четвертому вопросу. Поехали. Три. Два. Один. Это кара-кара-кара-кара. Назовите пустыню. Назовите пустыню. Это кара-кара-кара. Кум. Ответ. Каракум. Назовите пустыню. Пушкин? Да. Это кара-кара-кара. Ну, пустыня. Пушкин. Пустыня. Это кара-кара-кара. Музыка. Жарко. Это кара-кара-кара. Пустыня. Конфеты. Каракум. Каракум. Ты понял? Это песня. Это кара-кара-кара. Каракум. Конфета. Каракум. Назовите версты. I'm genius, man. Каракум. Конфета. Пишем. Название конфеты. Каракум. Поз, ну тут, блин, сори, я даже не буду на тебя ругаться. Может быть, я... Но если ты сделаешь это... Может, я туплю? Может, я тупил? Вот теперь подходит все, но я вначале подумал, что это издевка какая-то. Так вот он... Это и есть вопрос на... Тихо-тихо, тренировка идет. Это и есть... Это кара-кара-кара. С-с-сс! Юр, пока кто-то в наушниках сидит... Я уже подслушал, поэтому по-честному... По-честному, да? А ты написал? Снимай. Ну, я бы... А я по губам, знаешь, как читаю? Это. Ну, вот как это? Что это такое? Я секунду назад говорю, я по губам читаю блестяще. Это песня. Блестяще читаю. Это как бы вопрос такой, не для... Это такой шизовый. Потому что не для черной бумажки. Потому что это кара, 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 кара. Назовите пустыню. Каракум. Кум. Кум? Ну, я имею в виду концовка, не написано. Можно было и написать. Это кара, 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 каракум. Назовите пустыню. Скажите, а правильно будет перевести... Так а мы знаешь, что видели? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да. Вот я говорю, что я по губам читаю... Ну, так что, открываем? Ну, давайте вначале покажем. Давайте каракум. Ну, я по конфете понял, если честно. Я понял только точнее. Объяснил через конфеты. Да, я по конфете понял. До этого я... Странно. Все должны знать пустыню. Каракум. Каракум. А как пишется? Через дефис. Через дефис. Каракум. Ну, так же. Черный крест. Каракум. Это слова, знаете, чей? Чей? Юрия Сергеевича Энтина. Энтина. Это Энтина, а написал... Тарантин. Энтин-Тарантин. Энтин-Тарантин. Ну, что? Энтин-Тарантин. Дим. Пока нет? Ну, стыдно. Ну, стыдно. Ну, и как тебе, кроме как через конфету показать? Не-не-не-не, подождите, мы не ругаем. Не ругаем. Есть. Я понял, что какая-то песня вы пели все сидели. Нет, песню, да. Но ты понял, что я тебе показывал? Конфету. Конфету. А потом Энти сказал название. Ты видел? Что ты сказал? Как называется конфета? Нет, я сказал название конфеты. Каракум. Видел? Каракум не видел. Не видел. А ты почему верблюда не показал? Показал Арсений. Ну, я очень условно. Ну, как? Ну, вот это да. Если верблюда воспринимать. Плюнь на шею в мыль. Он подумал, а теперь горбатый. Знаешь, я верблюда не видел. Ну, ты бы написал хотя бы красная шапочка. Ну, ты по сторонам смотрел. Я не успел. Я же репетировал. Дима, ну, свое оправдание тоже скажу, что я был уверен, что вообще слово музыка до последнего. А я думал, та-та-та-та-та-та-та. Ну, давайте. Давайте. Ладно. Давайте. Два из четырех. Две минуты у нас есть. Как будто идем. Пока не... Даже как будто по старой схеме. Да, я не знаю, что переживаешь. Все. Все. Переходим к пятому вопросу. Поехали. Три. Два. Один. Скатерть. Самобранка. Сапоги. Скороходы. Меч. Закончите. Снегурочка. Не понимаю. Еще раз. Еще раз. Скатерть. Тире. Самобранка. Сапоги. Тире. Скороходы. Меч. Тире. Закончите. Меч. Не понимаю. Закончить что? Универс. Скатерть. Самобранка. Тире. Сапоги. Скороходы. Тире. 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 Меч. Меч. Тире. Закончите. Еще раз. Скатерть. Меч. Самобранка. Сапоги. Тире. Скороходы. Меч. Закончите. Меч. А ты знаешь ответ? Ты знаешь? Я не знаю. Меч. Ты знаешь, что писать? Ну все. Ну что? Ну начни. Дим, что ты написал? Я понял. Давайте сэкономим карточки. Я понял. Сэкономим карточки. А что ты не говоришь? А ты знаешь ответ? Давайте все что-то напишем. Жас, вспомнил, сука. Все что-то напишем. А что мы напишем? Я не понял ничего. Я просто просидел минуту и снял наушники. Что мы напишем? Ну там сбыча. Какая сбыча? Нет, я понял так. Ну я понял, знаете что? Скатерть, самобранка. Сапоги, скороходы. Меч. Кладенец. Да. Я думаю, меч. Закончите фразу. Что там меч? Меч, ты написал сбыча. Юр. А что ты скатерть не покажешь? Ну есть типа это. Я все время вижу точка-тире-точка. Меч. Ё-моё. Я думал, может это как пропущенное это. Типа тише, Танечка не плачь. Я думаю, что за вопрос? А меч можно было так показать? Меч. Так а закончите как? Так нет, нам хотя бы надо понять, о чем там идет речь. Да, что закончить? Меч какой? Ты его так говоришь? Ну хорошо, давай, все. Что ты поругал человека? Нет, все от волнения. Хорошо, давай, все, ты уволил. Сына ошибки велика. Мне казалось, что вы поняли скатерть. Не поняли? Скатерть. Я думаю, вчера запятая. А смотрите, а это зеленое. А это зеленое. Я из всего этого знаю только мечт. Мечт? Складенец. Складенец, да. А он складенец, я думаю. Кладенец. Кладенец. Молочный продукт, варенец. Ну, такое бывает, ничего страшного. Нормально. Конечно, бывает. Ну, это я виноват. Сейчас можно выбирать черный. Я виноват. Спасибо, что поддерживаете мою игру. Я виноват. Но я настаиваю, что до последнего, даже если ты понял, надо пытаться объяснить. Может, мы под конец все по одному жесту. Ну что, я уже говорю, а-а-а, и мне два, один наушник. Борис, до последнего. А ты понял кладенец? Нет, я понял скатерть-самобранка, но я потом понял, что меч, соответственно, кладенец. Соответственно. Соответственно. Ну, ничего страшного. Мы переходим к вопросу номер шесть. Поехали. Три, два, один. Чёрный. Высшее звание шахматного мастера. Шахматы. 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 Да, да, да. Высшее звание шахматного мастера. Мастер. Гроссмейстер. 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 Смотри, я играю в шахматы. 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 Играю в шахматы. Я самый великий. Я гроссмейстер. Король. Гроссмейстер. Шахматы. Гроссмейстер. Гроссмейстер. Королева. Скажи. То, что ты сейчас сказал, скажи еще раз. Шахматы. Гроссмейстер. Нет, я играю в шахматы. Я самый умный. Я гроссмейстер. Гроссмейстер. Я гроссмейстер. Гроссмейстер. Пиши, пос. Блин, Димон, напекал, что ты сказал это слово. Ну так не может быть. Ну шахматы все поняли? Да. Он напишет. Он напишет. А ты понял ответ? Да. Я, если честно, очень сильно затупил. Я вообще... Мне Сережа долго объяснял. Потому что до послед... Ну напиши. Да я не знаю. Напиши, пиши, пиши. Так я не знаю, как он пишет. Ты все правильно думаешь. Я пока рисую. Ты все правильно думаешь. Нет, я думал, что я правильно думаю. Мне кажется, ты правильно сказал. Да. Пиши. Пиши, пиши. Сто процентов. Сто процентов, пос. Сто, сто процентов. Да ведь. Вот ты сказал это слово, мне показалось. Да. И просто напиши его. А я тебя сбил, что начал объяснять. Ты сказал, нет. Просто напиши его. Это я случайно сказал. Просто, нет, я начал объяснять, а он мне показалось, произнес это слово губами. А я нет сказал, в смысле еще, знаешь... Ну по инерции, на предыдущую. Я до последнего был уверен, что это фигура какая-то. Нет, нет, нет. Я понял, что шахматы, а потом я все очень интуитивно... Ну. Я же показал игра. И шахматы я показал вот так, раз-раз. И шахматы. Стоят и все. А я... Тан-тан-тан-тан. Соответственно, это уже больше шашки. Это уже... Вот это. Движение. Ну чего? Ну надо посчитать вопрос, потому что формулировка я не... Высшее звание шахматового мастера. Все перевернем сначала. Ну а это было на волоске, конечно. Я сказал в самом начале. Он сказал, а он говорит, нет. Вот я случайно сказал. А почему ты нет? Потому что я... Знаешь, когда ты хочешь что-то объяснить, а ты параллельно говоришь, Грассмейстер. Так я... А я нет сказал еще на другое. А потом я говорю, скажи еще раз. Да, он говорит, нет. И я всю минуту говорю, скажи еще раз. А он говорит, что? Король. Не говорил я король. Владимир. Я говорил король. Ну, Грассмейстер. Грассмейстер. Все правильно. Отлично. Результат. Ой, подождите. Получается... А-а-а-балдет. А сейчас... Теперь мы если вы уже заbug не сдеваете, потому что. А зачем ты говоришь делаешь? Где вы ни договорились. Да блин... Юр, сейчас договоримся. Делаем или не делаем? Как, как, делаем или не делаем? Давайте... А-а-а-балдет. Все... А то вы говорите, зачем ты делаешь? Это у меня сегодня какой-то... А какого цвета был этот вопрос? Черного. Тыழую. О-о-о вау. Полторы минуты плюс. Это значит, у нас три с половиной минуты, мы прошли шесть вопросов. У нас остался финальный вопрос перед супер игрой. Ну чё, чёрный может быть пять вопросов? Чёрный? Чёрный, да. Всё, берём чёрный, чтобы если взять, то вот чтоб пять минут было. Переходим к седьмому вопросу. Поехали. Татарский, казахский. Задача. Турецкий. Курица. Какие это языки? Татарский. Задача. Казахский. Нам, нам расскажите. Турецкий. Какие это языки? Татарский, турецкий, казахский. Татарский, казахский, турецкий. Какие это языки? Я русский. Я русский. А татарский, казахский и турецкий какие это языки? Какие языки? Юр, прочитай вопрос. Татарский, казахский, турецкий тире. Какие это языки? Китайский, наверное. А ты знаешь ответ? Что писать? Тюркский. Люди? Люди? Пишем люди. Мы все люди. Тюркский. Пишем. Ну хоть что-то. Я не понял. Как что-то? Как что-то-то? Как что-то-то? Вот все и написали. Правильно? Я не знаю. Я точно знаю, что мы не все написали одинаковое. Это я прям точно. Я как понял. Ну, ребят. Задачка, да? Первое слово. Задачка. Задачка? Какое первое? Задатка. Да. Татарский, казахский, турецкий. Какие это языки? Кислые. Блин. Это тюркский? Ну, я написал, да, тюркский. Я не знаю. Нет ли вы, нет ли вы. Нет, рано еще. Сейчас посмотрим, что шахт написал. Я в том, что близко не был к этому. Эти языки Юрий. Не-не. Эти языки Русский. Не, ну у вас хотя бы прилагательные. А у меня эти языки Люди. А я еще под конец всем Людей подсказал. А почему? Секунда. А вы что, специально, что вы? Нет, я правда не понял. Людей подсказал. Да, и все пишем Людей. Русский. Русский. Я прямо вот, ну как? Это русские языки. Юрий, это не твоя личная игра. Это наша общая. Нельзя самому знать и кайфовать. Нет, но язык, язык я понял. Да как тоже понял? Я подумал, что-то кисло. Я слово задача слышал все время. Задача. Задача. Ты тоже слышал? Задача. Я научил какой-то пример. Татарский, казахский, турецкий. А тут дело в том, что даже задача не написано. Да. Понимаешь? Да. А он говорит, задача. Я думаю, так, сейчас будет Лешкин. Нет, ну язык я понял. Но я был уверен, что это что-то на китайском. Да, ты понял, что язык и сказал Юрий, да? Потому что Арт в конце говорит, пишем Юрий. Это хотя бы что-то. Он говорит русский. Я сказал люди. Юрий, ты сказал. Нет, ты ему русские. У тебя язык кислый. Я не понял слово языки вообще. Я даже близко не был. Так, пацаны, а что мы расстраиваемся? У нас три с половиной минуты. Мы не расстраиваемся вообще. У нас три с половиной минуты. Но я же ответ подсказывал, тюркские тоже не поняли. Офигеть. Знаешь какая-то, ты когда не слышишь, ты же видишь, а это и тюркские, и люди, и Юрий, и русские. Только кислый, нет, кислый. Кислый, кислый, и кислый. Кислый, и кислый. И кислый. Ты вот от этого зацепился. И кислый, и Антону Нарива. Кислый, кислый. Я все убрал. Все, ничего. Мы прошли 7 вопросов. Мы собрали на суперигру 3,5 минуты. И мы переходим к суперигре. Ну что ж, суперигра. То, собственно, к чему все шло. Сейчас и решится, выиграли мы или проиграли. Чуть-чуть другие правила. Теперь мы будем объяснять вопросы. Ну и точно так же, если знаем ответ, будем говорить сразу ответ. Если не знаем, будем пробовать объяснить вопрос. А тебе надо сказать его вслух. И как только ты называешь правильный ответ, загорается зеленый, ход переходит к следующему игроку. И так нам нужно 4 вопроса объяснить. Поэтому много говори. Может, случайно попадешь во что-нибудь. Да, но не расстраивайся. То есть, например, можно любые, даже самые смелые и самые нелепые варианты кидать, потому что мы за что-то зацепимся. Просто ты должен произнести ответ. Просто твоя задача произнести 4 правильные ответа. Все предположения говори вслух, возможно, случайно. Я говорю месяц в году, а ты прям, если не уверен, все подряд их перечисляй. Какой-то... Я предлагаю легкие на начало и конец. На начало и конец? Нет, я больше не хочу рисковать. Ага, ну вот так возьми. С этими... С тюркским, да? С легкими, да. Ну что, мой потом? Не-не-не, теперь только мы объясняем. А, 4 вопроса надо. 4 вопроса, 3,5 минуты. Это меньше, чем на минуту. Ну вы мне каждый тоже будете говорить. Да, каждый, каждый. Начнем с меня. Начнем с меня. Ну что ж, 3,5 минуты. Супер игра. Поехали. Чехол на одеяло. Пододеяльник. Под... Пододеяльник. Пододеяльник. Да, 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 да. Все, следующий, да. Сыроежкин. Электроник. 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 Робот. А это? Робот. Сыроежкин. Приключения электроников. Сыроежкин. Маленький. Инопланетянин. Два одинаковых. Их двое. Так. Фильм. Камера. Фильм. Снимаешь фильм. Фильм снимаешь фильм. Сыроежкин. Снимай фильм. Да. Электроник. Приключения электроник. О, гриб. Я срезал? Гриб сошли. Сыроежкин. Сыроежка. Да. Сыроежкин, да. Смотри. Я иду по лесу. корзинка. Гриб. Я его срезал. Это грибок. Я что-то срезал. Какой гриб? Срезал мороженое. Сыроежка. Сыроежка. Я его сырое ем. Срезал мороженое. Смотри, фильм. Приключения электроника. Кудрявые близнецы рыжие. Кудрявые. Да, кудрявые. Близнецы. Близнецы. Близнецы грябые. Одинаковые. Сыроежкин. Сыроежкин. Приключения электроника. Приключения Сыроежкина. Приключения Сыроежкина. Да, да, да. Я птица. Боробей. Боробей. Бам. Веник. 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 Веники. Подметать. Веник. Веник. Не совок. Веник. Вот сейчас. Сейчас предоточились. Ручку подняли. Обалдеть. Это победа. Все ответили. Все четыре вопроса. Но я только по жестам. Все. Важно любым способом. Как будто ты сейчас должен сказать. Но я ничего не понял. Давайте проверим все вопросы. Как будто вот так должно звучать. Че ты фирмы? Проверим. У меня первый вопрос был. Чехол на одеяло. Ты сказал. Пододеяльник. Ну да. Все правильно. У меня фамилия школьника, на которого похож Электроник. Мой любимый фильм. Сыроежкин. Сыроежкин. Ты даже очень долго это объяснил. Да. Я что-то грибы. Я не знал. Да. Грибы. Ну это я не просто объяснил. Ты просто через Сыроежку объяснил? Ну я там через мультфильмы. Какие-то мультфильмы. Инопланетяне. Только потом я что-то так. Ну видимо слово произнесено было. Зеленый загорелся. Ну конечно. Да. У меня был вопрос и капитан Джек, и Елена. Воробей. Воробей. У меня был тот случай, когда я знал ответ, и я объяснял Воробей. Так. Мне кажется, Юра первый гость, который прям с удовольствием посмотрит финальный раунд. Дело в том, что у меня был очень сложный вопрос. Но я обладаю блестящим умом. Да. Вот. Этот вопрос специально под меня был. Чего не вяжет фирма? Веников. Но я сначала совок думал. Так, Юра, а ты что-то как будто расстроился. Нет, мы победили. Мы же победили. Да. Мы с тобой победили. Да. Значит, сейчас пиво. Да. Ну. И шлюхи. Монок. Это победа. Ну блин, ну что. Аплодисменты. Аплодисменты, конечно. Конечно аплодисменты. Юр, ну на самом деле мы сегодня волновались не меньше твоего. Во-первых, я сегодня целый день говорю с тобой на «ты». У меня все внутри вот так трепещет. Я вспотел там весь, у меня стул мокрый. Потому что мне же что, надо возвращаться в Питер и там на «вы» перестраиваться обратно. Да, слушай. А, Юрий! Вот это выходит. Да нет, ну. Юрец, пива сбудешь! Нет, ну правда, игра была волнительная, потому что хотелось, во-первых, хотелось классное время провести. А во-вторых, вот смотри, мы победили, но в нашей игре нет приза. То есть мы не сражаемся за что-то. Не будет пива, Юрий. Не, ну мы если захотим, мы можем сходить. Мы можем себе позволить. Без меня. Но в нашей игре есть подарок. То есть человек, который приходит с нами поиграть, мы его таким образом благодарим за хорошо проведенное время. Результат, он вторичен. Вот. Но когда мы дарим подарок, мы хотим обычно гостю не просто угодить, а попасть в самое сердечко. Вот чтобы это был тот подарок, который не на «Твижись» купили. Который ты не выкинешь. Да, не «Пылесборник», а который вот он прям, он прям его наверняка хотел бы. Это Жванецкий, помните, Михаил Михайлович говорил. Мы не факт, что помним, но... Но Жванецкого помню. А он сказал такую вещь. Сколько, говорит, мы узнаем о ненужных вещах в свой день рождения? Вот. Кстати, я надеюсь, что мы сейчас... Мы пошли в обратную сторону. Мы вначале узнали о том, какие вещи нужны. Мы звонили самым близким людям. Вот. Настя Лазу, спасибо. У меня больше нет ничьего контакта. Вот. Мы, в общем, узнали все абсолютно. Что ты любишь императорский фарфоровый завод ломоносовский, да? Все оттуда. Не вывезли, честно говоря. Не вывезли. Как бы ты не любил этот завод. Мы хотели его тебе подарить этот завод, да? Ну, да. У нас были деньги только на черепушку с надписью ЛФЗ. Вот. Мы знаем, что... Ну, и догадались по кепке, что ты любишь творчество группы Битлз. Да. Вот. А еще мне показалось странным, потому что я тебя таким ни разу не видел. Что ты якобы любишь красивые ремни. Есть такое? Было. Было. У меня было и есть. Было. Это жалко. Ну, я меду... Это... Я почему? Я даже их собирал. А у меня была коллекция. Я собирал раньше и ремни, и галстуки. А, еще и галстуки. Да. У меня было около трех с половиной тысяч галстуков. Но галстуки я ходил по всяким секонд-хендам, по всяким там Финляндиям. Я барахолкам собирал. Ходи. И вот эти вот покупал я галстуки. У меня есть галстуки какие-то вот в Сочи с камушком. Помнишь, вот это? Конечно. Папы и дедушки наши. Вот такой узенький. Три с половиной тысячи галстуков? Да. Так в секонд-хенде это можно на дачу. А ты где-то держал? А? А куда ты складываешь? Ну, что-то я там раздарил. Что-то у меня осталось в театре. Что-то я тоже так дарил ребятам. Но это всегда для актера пригодится. А у тебя ремни. А что с ремнями стало? Ремни практически у меня. Я могу похвастаться. У меня есть пожарный ремень. У меня есть офицерские ремни, довоенные, военные, послевоенные такие. Ну, есть ремни, которые куплены. Они, в общем, еще есть. Конечно. И мы постарались придумать что-то такое, что могло бы объединить несколько увлечений в одно. Подтяжки? В свое время, нет. В свое время, когда... Блин, это был бы разнос, конечно. Мы дарим Юру подтяжки. В свое время, когда группа Битлз была очень богата там всяким мерчом, пластинки, там, одежда, в том числе подтяжки, в Японии на аукционах они вот просто безумно все это скупали. А сейчас это, ну, очень сложно, но можно раздобыть. У нас есть друг во Владивостоке. Жень, привет. Спасибо тебе большое. Который не просто... О, кстати, Женя, привет. ...заморочился. Он напряг одного коллекционера, чтобы он приобрел специально для тебя этот уникальный ремень с... Вот пряжкой группы Битлз. Ух ты. И обязательно переверни ее, потому что там сзади и серийный номер, и текст. И это, в общем, уникальная история. Ее доставляли на перекладных. Она вот еле-еле успела к выпуску. Это абсолютно оригинал, да, с аукциона. Ну, то есть, инвестиция. В первую очередь, инвестиция. Ну, это крутой подарок. Да. Деньги были. А? Больше не были. Уже нет, но были. Ну, это круто. Собственно, он не в упаковке, потому что, ну, конечно, коллекционеры продают. Да, он пахнет Полом Маккартни. Ну, это крутой подарок. Спасибо, я его прям трону. Это для меня вообще спасибо. Юр, ну, спасибо тебе, что ты пришел. Спасибо. Это была классная игра. Спасибо огромное. Для меня это вообще просто не представляет. Мне правда очень приятно. А я просто проверю. Я приду на спектакль, посмотрю, в чем. Да, в таком не ходят. Ну, да, в спектакле можно. В джинсах. В джинсах, да. Супер. Ну, это все галстуков. Моих же не все носят. Они все уже раздают. Не, ну, я там что-то даю, что-то это. Я надеюсь, мы стали и угадали. Да, конечно. Друзья, пишите комментарии, что вы думаете про этот выпуск. Что вам понравилось, что не понравилось. Хотя, что вам могло здесь не понравиться. И обязательно идите слушать песню. Обязательно идите слушать песню. Вообще, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Все ссылки вы найдете в описании. Обязательно подписывайтесь и на Юрия Гальцева. И, конечно же, подписывайтесь на наше сообщество, чтобы не пропустить новый выпуск. Шоу «Громкий вопрос». Всем пока. Спасибо. Пока. Спасибо.